взыскивать недоимку, так как была полная перепись, я напомню, перепись людей, перепись скота, перепись имущества, то есть было ясно, из какого имущества взыскивать налог, значит взыскалось это, потом были штрафы в многократном размере, но граждан сразу не убивали? потом были, не, сразу не убивали, были специальные сукачи, которые сообщали, не, не, они были не фискалы тогда, значит им давалось до четверти доходов от того, что они сообщали, потом появились откупщики, которые собирали, и вот вы знаете, один откупщик докладывает, вернее не он докладывает, у него на могиле стоит надпись, вот этим мы закончим, я чиновник превосходный для господина его, так как поставляю в СГИ пытки зерновой налог, поставляю в избытке многочисленные подати, мое превышение зернового налога и подати десятикратно, в сравнении с моим обложением, 4632 меры вина, моя людская повинность, я доставил 30 тысяч, 70 мер меда, мое обложение медом, я доставил в количестве 700, 70 тысяч мой зерновой налог, я доставил в количестве 140 тысяч, вот так вот, вот позволь, значит, дуракам Богу молиться, и они взимали налогов больше, чем государство могло заплатить, вот такое было принуждение, а совсем злостных, конечно, казнили. Александр Поченок с блистательной, я бы сказала, вводной лекцией касательно налогов, хочу еще одну цитату привести в заключение, которое нам всем очень понравилось, один из экономистов, такой экстремальный американский экономист Ротбард Мюррей говорил, все другие личности и группы в обществе приобретают свой доход, ну, за исключением отдельно взятых преступников, на основе добровольных контрактов, или продавая товары и услуги, или посредством акта дарения. Только государство добывает свой доход посредством насилия, угрожая ужасными взысканиями, если доход не появляется. Такое насилие известно как налогообложение, хотя в менее развитые времена его называли данью. Вот, собственно, об этом мы будем говорить, и о развитых временах у нас заработали книжку, у нас хорошие люди, которые нам быстро-быстро позвонили, точнее прислали СМС, мы задавали вопрос, какой правитель, в каком произведении, правитель, введя налог на воздух, заметил, что граждане стали меньше дышать, и ввел налог на дождь, причем в зависимости от степени дождя, налог увеличивался или уменьшался. Правильный ответ был действительно Чиполлино, хотя кое-кто привел, например, Трехоспеков, города Глопово и другие, и даже почему-то маленоголовницей. Тем не менее, действительно, Чиполлино принц Лимон там буянил по части налогообложения, а гражданин, как обычно, ты же вспомнила про Чиполлино, гениальную совершенно историю, как ребенок, когда слушает Чиполлино, ему мама читает, как все ужасно, мама у него зеленые на глазах, как бы там они их прижимают, как бы прижимают, это большинство, что почему они не восстали, и не прогнали этих плохих людей? Ну, они же овощи. Сказка про овощи. Так вот, сказка про овощи сегодня, собственно. Была загадана. Правильно ответили и получили книги Виктор, чей телефон заканчивается на 4601, Юрий 6248, Елена 2721, Владислав 8450, и Лиза 6632. Всех поздравляем. В заключение, хотим сказать, тут кто-то спрашивает, как я помедленнее записываю, я записываю на вашей книге. Как часто вы будете выступать? Мы будем выступать, точнее, мы с Яной будем выступать в качестве вопрошающих и подпадривающих, а в качестве лектора и отвечающих на вопросы, в том числе в следующий раз обязательно про ННН, есть серия вопросов, которые надо будет ответить. В качестве эксперта будет Александр Поченок каждое воскресенье, если никаких непредвиденных обстоятельств на нас не найдет. После 15 часов, вот на том самом месте, где когда-то выходила фирма, теперь программа «Фискал». Александр Поченок с лекциями о древних системах налогообложения и с рассказами о современных российских налогах и всяких тонкостях, связанных с налогообложением, будет у нас здесь выступать. Нам тут писали всякие разные вопросы. Александр Петрович сегодня показывал, как выглядят свидетельства о ННН. Очень много вопросов на эту тему. Единственный, может быть, совсем короткий. Обязательно ли менять саму бумагу при смене фамилии? Очень жемский вопрос. Анна. Ой, бумагу, честно говоря, можете без бумаги жить, если номер у вас есть. Но свидетельство выдается конкретному физическому лицу на конкретную фамилию. Поэтому при переезде на новое место жительства и смене фамилии желательно, конечно, его запомнить. Человек пишет, а если мне 53 года, то есть, пружил без ННН, что мне теперь делать? А вы уверены, что вы жили без ННН? Проверьте, может быть, вам его присвоили. А вы знать не знаете. Зайдите на сайт и уточните. Сайт Федеральной налоговой службы. Если кому интересно, там все вопросы. Это был Александр Починок. Это была программа Фискал. Ольга Журавлева и Яна Маргасова. До свидания. До свидания. Эту программу транслирует компания Сити Виза. Эхо Москвы и Александр Починок. Кроме Ростовской области, наиболее крупные суммы выделили Крыму, Москве, Московской области и Краснодарскому краю, сообщает РБК. По данным, на конец октября на территории Донского региона находилось около 30 тысяч жителей Украины. Про рейды. В Ростове проверят все точки продажи пиротехники. Накануне инспекторы пожарного надзора проверили пункт реализации пиротехники на проспекте 40-летия Победы. В ходе рейда было установлено, что продукция продавалась с нарушениями. Как сообщили в областном МЧС, все места торговли проверят до 20 декабря. После чего инспекторы Госпожнадзора совместно с сотрудниками полиции проведут рейды на рынках. Про дороги. В Рашиловском районе Ростова ограничен проезд транспорта. По информации городского департамента автодорог в связи со стрательством газопровода до 30 декабря будет ограничено движение транспорта по улице Орбитальной в створе жилого дома номер 86. Про доллар. Официальный курс доллара на четверг 69 рублей 20 копеек. Про евро. Курс евро на завтра 75 рублей 56 копеек. Про погоду. В Ростове сейчас плюс 4, завтра в Донской столице небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 1 днем плюс 1 3 градуса. Ветер восточный северо-восточный 4,7 метров в секунду. За WhatsApp установят слежку. Разработчиков обяжут открывать офисы в России заключать договоры с операторами и отслеживать переписку пользователей. Почему власти так опасаются популярных программ для общения? Разбираться будем в середине часа в народных новостях. Марина Лихачева служба информации Авторадио Ростов-на-Дону. Реклама Поменял плаксон автомобиля на гудок локомотива. Тогда он делает абсолютно неверную ставку, потому что вы избирательный год, а до выборов меньше года. Ему нужно просыпаться, каждому ходить я лидер Дина России, я лидер Дина России. Это его единственный политический шанс. А если он будет по-прежнему задержать из себя премьера, это абсолютно проймышно. И что, тем более, что его никто как премьера не воспринимает. Ну хорошо, тогда с точки зрения технического премьера, насколько он был убедителен, как чиновник, вот смог ли на ваш взгляд он как-то успокоит людей, скажут, что в ближайшие годы в частности налоговую систему менять не будут. Когда вы налоговую систему меняете, уже меняете, да, окажите, что вы ничего не меняете и не будете менять, но как вы понимаете здесь заверен очень мало. Слушайте, у нас в год растут различные воры и так, и косвенные, но это, в общем-то, налоговыми не считается. Я уж молчу про некоторые отрасли, против которых фактически разворачивается такой налоговый апатериф, потому что у нас есть обрасли, которые считаются неправильными, можно обманять налоговыми, как в душе, задумается. Ну, бог с этим, и сейчас повторю, и на все остальные, из УСА, то, что, как вы можете верить в этой ситуации, когда с вами это происходит, он говорит, что нет, нет, это вас, не с вами-то против. А что касается очень болезненной темы пенсионной реформы, я вас спрашиваю, вы прямо про пенсионную систему, а при вернемся, он говорит, что сейчас идет активная общественная дискуссия, но какая общественная дискуссия, вы мне одно объясните, вы задумывались, действительно, меры, которые рассчитаны более долгосрочный эффект описания правил и крыс. Начали их 150 раз переписывать, когда вроде бы было единство, вот мы зафиксировали правила, и теперь мы строим такую вот пенсионную систему, которая будет десятилетиями, но чтобы понимание было людей, как жить дальше, вы нам их неожиданно говорите, а вы видите, у нас сейчас идет оказывается вообще-то дискуссия на эту тему, это вообще-то неожиданно стало, яичко казалось, что дискуссия уже прошла, и сразу же кризис, но так не верно, и вот там, я лично считаю, что, конечно, вряд ли премьер был убедительен, как премьер, но, честно говоря, никто от него убедитель, если бы от премьеров не ждал. Итак, отвечая на вопрос о сыновьях генпрокурора, Медведев предостерег от повторения 30-х годов в связи с непроверенными обвинениями в адрес чиновников, также премьер отметил, что всеми конкретными историями должны заниматься контролирующие и правоохранительные органы, удовлетворили ли вы ответы Медведева на вопрос о сыновьях генпрокурора, отвечает главный редактор новогазета Дмитрий Муратов, в которой было опубликовано расследование. Я отвечу коротко дремя пунктам, я целиком согласен Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что только будет виновным или не виновным. Иначе это точно опять 7-й год, когда по доносу Татский скобиновенский блок расстрелять в облак взбесившихся гадер. Все второе. В обществе существуют определенные этические нормы. И, конечно, было бы очень интересно узнать, чтобы дети многих русскобославных чиновников поделились опытом, например, со студентами высшей школы экономики, как в 27 лет стать миллиардером. Это было бы очень интересно. Но стартеры, а не стартаторы. Как это у них так получилось? Первое, что это заключается в том, что дело ведь не так и в том, о чем говорит предприятие правительства. Дело в том, что из материала ФБК следует, что многие сотрудники прокуратуры, работающие в различных регионах, оказывали помощь бизнесу, членам конкретной семьи. Вот именно это надо проверить. А вытряхивать все из кармана детей никто не требует. Это подметно. Никто не должен строить параллельное государство. И для облегчения положения абсолютно всех участников следует, что это публичный процент. Появляется, материалы расследования в каких-либо чиновников в нашей стране или не в нашей стране, то на время проверки этих сведений, чиновник должен приостановить свои полномочия, обратиться сам, добровольно, чтобы были проверены все материалы, для того, чтобы он дальше легитимно мог работать. И добавлю, в ходе традиционной декабрьской беседы с журналистами в прямом эфире Медведев также прокомментировал падение нефтяных цен и ослабление рубля. Глава Миноборона Сергей Шойгу доложил президенту, что Россия впервые нанесла удар по позициям исламского государства с подлодной лодки. Пуск корватых ракет «Калибр» был совершен с подлодки «Ростов-на-Дону», которая находится у берегов Сирии. На этот факт обратила внимание западная пресса. Подробнее в нашем обзоре. Бизнес-ФМ Мониторинг Деловая пресса Западные СМИ обратили внимание на первый российский удар с подлодки по позициям исламского государства. Как утверждает Россия, Ростов-на-Дону самая тихая подлодка в мире. НАТО за тихоходные качества называют ее черной дырой, пишет британская газета «Экспресс». Она встала в восточной части Средиземного моря недалеко от Кипра. И это произошло сразу после того, как Турция заметила на борту российского военного корабля Цезарь Куников, проплывающего по Босфору моряка с Пазаирка и назвала это провокацией. Ракеты класса «Калибр» на борту подлодки могут поражать цели на расстоянии двух с половиной тысяч километров, продолжает «Дейли Мэйл», и могут быть оснащены ядерными боеголовками. Газета напоминает, что такие ракеты в регионе Россия уже использовала в октябре. С военных кораблей, правда, из Каспийского моря. Этими же ударами Москва как бы играет мускулами. «Дейли Мэйл» также отмечает, что ракеты типа «Калибр» и в этот раз показали свою эффективность на дальних дистанциях и называет Ростов-на-Дону с «Калибрами» на борту специальным оружием против исламского государства. BBC пишет, что цитированные СМИ неподтвержденные сообщения от источников губийских Минобороны относили первый удар ракетами с подлодки к середине ноября. Иван Игначенко, Бенцепрент. А сейчас основные цифры с рынков с ними в студии. Алексей Завьялов. Валюта. Курс рубля. Рубль немножко усилил рост к американскому доллару. Стоит американская валюта 69 рублей 16 копеек. Рубль повышается на полпроцентах. Европоль снижается на 0,3%. 75 рублей 91 копейка. Нефть. Цена нефти улучшили свои позиции. 40 долларов 84 цента стоят баррель в смеси бренда. Контракты в Лондоне подрастают почти на полтора процента. Похожие темпы роста в Нью-Йорке баррель западной техасской нефти 38 долларов 17 центов. Индексы. В московской бирже также рост. Полтора процента прибавляет индекс РТС 788 пунктов. Индекс ММВБ повышается на 0,8%. 1732 пункта и к росту перешли основные индикаторы Нью-Йорка. Доу-Джонс прибавляет 0,7%. Индекс широкого рынка СНП 500 растет на 0,4%. Текущие котировки индекса на портале bfn.ru и на РДС ваших радиоприемников. Держитесь курса. Многие считают, что лучший способ сохранить деньги просто перестать их тратить. Мы, Volkswagen, убеждены, что лучший способ сохранить деньги просто перестать их тратить и начать вкладывать в комфорт, в силу, в драйв. Настал момент, когда вы можете приобрести Volkswagen Jet, Tiguan или Touareg с преимуществом до 270 тысяч рублей. Volkswagen Клодовое качество. Срок действия предложения с первым автюремя 31 декабря 2015 года. Volkswagen das Auto. Вы деловой человек и нечасто лидируйте.